В некоторых городах Китая в ближайшее время будет возведено несколько небоскребов, покрытых зеленью. Внутри будут находиться обычные офисные помещения, рестораны и торговые центры, зато снаружи они будут выглядеть как огромные зеленые башни. Строительство будет реализовано в рамках проекта Virtual Forest, который признан не только украсить серый вид мегаполисов, но и помочь в очистке воздуха. По задумке авторов Virtual Forest уже в этом году будет заложен фундамент для строительства первых двух башен высотой 200 и 108 метров соответственно. Оба здания станут вертикальными лесами, которые вместят в себе 23 разновидности местной флоры, среди которых около 900 больших деревьев и более тысячи кустарников, вьющихся растений и цветов. Как утверждают разработчики проекта, все это великолепие будет потреблять порядка 25 тонн углекислого газа и производить около 60 килограммов кислорода ежедневно. Пойти на создание такого проекта по нетрадиционному озеленению городов власти Китая решили из-за дефицита площадей. Завершение строительства небоскребов и ввод в эксплуатации должны произойти уже в 2017 году. Планы, связанные с освоением Луны в США, вынашиваются уже давно. Еще несколько лет назад подобные предложения поступали от сенаторов и политиков. Затем приоритеты сместились в сторону Марса, которым вплотную изменили специалисты Американского космического агентства. Однако новая администрация президента США порекомендовала НАСА начать разработку плана, связанного с исследованием и освоением Луны. Лететь до нее гораздо ближе, чем до Марса, а это значит, что и перспектива от освоения естественного спутника Земли видится гораздо четче и убедительнее. Политики считают, что необходимо привлекать новые компании к освоению космоса, так как далеко не все разработки создаются в НАСА, а финансирование получают лишь немногие. Предполагается, что уже через три года частные космические корабли и космонавты начнут совершать регулярные полеты на Луну. А Объединенные Арабские Эмираты, напротив, планируют колонизировать Марс. На минувшей неделе они объявили о новом проекте, целью которого является основание общины и возведение небольшого города на поверхности Красной планеты. Правда, участвовать в строительстве будут сразу несколько стран, так как международное сотрудничество критически важно для настолько масштабных проектов. Первый марсианский город планируют назвать Марс-2017 в честь года обнародования этого амбициозного проекта. Разумеется, его строительство начнется в далеком будущем, и глава Арабских Эмиратов прекрасно это понимает и уточняет, что сегодня он всего лишь посадил зерно, а пожинать плоды этого начинания, вероятнее всего, будут уже его потомки. Марс-2017 по своим размерам будет сопоставим с американским Чикаго, а проживать в нем смогут около 600 тысяч человек. Компания MicroMode представила рабочую модель компьютера объемом в 1 кубический миллиметр. Причем мощности этого малыша вполне достаточно для того, чтобы стать вычислительным центром самых разнообразных устройств. От небольших камер до медицинских приспособлений и другой миниатюрной техники интернета вещей. Помимо небольшого размера MicroMode потребляет и крайне мало энергии. К примеру, для распознавания звука приезжающего автомобиля, измерения температуры воздуха и уровня освещения MicroMode требуется всего несколько нановатт энергии. А компактный трансмиттер обеспечивает передачу данных на расстоянии 2-20 метров. Но и это еще не все. В линейке компьютеров MicroMode имеется и модель с процессором, снабженным функцией машинного изучения на базе простенькой нейронной сети. С помощью такой модели можно создавать системы, эффективно выполняющие задачи распознавания речи и визуальных объектов. Для питания MicroMode используется солнечная батарея, способная заряжать аккумулятор устройства даже за счет света небольшой интенсивности. Вот до чего дошел прогресс. А группа ученых из Шаньдунского университета совместно с американскими коллегами разработала новый тип многоразовой бумаги, на который можно писать при помощи световых волн. В бумаге нового типа используются особые наночастицы, способные изменять свой цвет под воздействием ультрафиолетовой части светового спектра. Тончайшее покрытие, содержащее эти наночастицы, может быть нанесено на поверхность практически любых материалов. При этом процесс стирания такой бумаги происходит в ходе ее нагрева до температуры в 120 градусов. Новая многоразовая бумага является отличным решением в том случае, если информация на ней актуальна в течение короткого периода времени, к примеру, в черновиках или газетах. Ее можно использовать как для письма от руки, используя особое световое перо, так и для печати на особых световых принтерах, созданных специально для бумаги этого типа. А на этом все. Ждите следующий выпуск ровно через неделю, подписывайтесь на наш канал и да пребудет с вами сила. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok